Всем привет! Возможно, кому-то будет полезно это видео, как разобрать Asus TUF Gaming FX506 HEP. В данном случае мне нужно туда поставить SSD-диск новый. Здесь на самом деле всё просто. Уже открутил. Откручивается по этой части, в принципе, по кругу все шурупики. Обязательно. И в центре один. Здесь у нас откручиваются без проблем. Тут их расположил, как они находились, чтобы не перепутать, потому что есть два больших, самых длинных. Сверху чуть покороче вот эти идут. И здесь уже по бокам эти самые короткие. Так что не перепутайте, когда будете вставлять обратно. Вообще не планировал это видео снимать, но раз камера рядом и ноутбук, то покажу, как я его дальше скрываю. После того, как раскрутили, берем пластиковую карточку и здесь нужно слегка поддеть. Всё. Вот она вошла. Далее спокойно ведём. И тут защёлки уже открываются. И так по всему кругу ноутбука проходим. Он у меня совершенно новый. Я им почти даже не пользовался. Я понимаю, что 512 гигабайт для меня это мало. И тут уже последний, просто завершил, в конце прошёл карточкой. Ничего не ломаем, никаким металлическим предметом, не отверткой, а именно пластиковой, любой карточкой. Чтоб аккуратно, без царапин всё было. Далее просто снимаем уже крышку. Здесь у нас ничего не крепится. Не можем в сторону положить. И смотрим. У меня на самом ноутбуке есть накличка, что для второго же складиска. Вот. На SSD имеется разъём. Его нужно будет прицепить вот сюда. Всё понятно. И посмотрим. Так, здесь оперативки. Одна, вторая. Сам аккумулятор. Так. Я хотел посмотреть, какая модель жесткого здесь у меня. Ну, в общем, тут всё заклеено. Аккуратно наклеивать не хочу. Пусть остаётся. Главное, убедился, что имеется разъём. И, в принципе, на самом ноутбуке это написано. Остаётся только новую планку сюда поставить, которую завтра куплю. Купил вот такой вот SSD накопитель с алюминиевым радиатором. Теперь его нужно сюда поставить. Ну, и для начала открутим вот этот болт. Очень легко и быстро вставился. Остаётся его закрутить. И, в принципе, всё это выглядит вот так. Теперь надеваем обратно крышку. Аккуратненько защелкиваем. И, конечно же, не забываем про расположение наших болтов. Вкручиваем всё на место. Тут он пока не распознаётся. И нам нужно его найти. Нажимаем на пуск. Набираем создание и форматирование разделов жесткого диска. Нажимаем «Ок». И видим, что вот он, диск 1 сейчас появится. Мы его можем просто отформатировать. Создать простой том. Далее, далее. И название тут выбираем любую букву, какую вам нравится. Готово. Плюс ещё один жесткий диск. Готово. Продолжение следует...